Хорошие новости, по крайней мере для моей спины и пятой точки. Вот уже месяц я сижу в новеньком игровом кресле Evolution Nomad. И на самом деле я выбирал кресло, ну прям очень долго, это заняло много времени. Уже почти купил топовый бюрократ за 6 тысяч, но потом посидел в шоуруме в ДНС на новеньком Nobel Chairs Epic TX за безумные 40 тысяч и понял, что нужна какая-то золотая середина. Вот она, вот она, это самая золотая середина прямо перед вами. Ткань, приятная, крайне хорошая ткань. Мультиблок, на секундочку, отличный, почти без люфта регулируемый во всех плоскостях подлокотники. Металлическая крестовина и 18-е катки, не то что у твоей Гранты. Посидев на нем месяц, прямо перед обзором, обнаружилась неприятная вещь. Точнее звук. Вот этот скрип, где-то с правой стороны в области механизма качания. И на самом-то деле обращать на это внимание сейчас не буду. И прямо после обзора разберу, посмотрю, что там было. Скорее всего, просто болтики открутились. Но если кому-то интересно, напишите в комментах, вам отвечу, что было с креслом и стоит ли его теперь покупать. Ну и по порядку пойдем сверху вниз, собственно. Ткань. Тканевые чехлы. И здесь прям такой, не скажу, что автомобильный уровень, скорее всего, нет. Но посмотрите на эту ровнёхонькую прострочку. Посмотрите на в целом дизайн. Все эти ромбики, стрелочки. Всё это выглядит прям максимально шикарно. Ну и логотип, он вышит. Это не просто какая-то наклейка. Спинка не то чтобы прям супер-классная. Она более-менее простая. Но при этом выглядит вполне лаконично. Вот эти воздуховоды. Они из пластика. Тут другого быть не может. Конечно же есть подлокотник. Подголовник. Вот такой, я даже не знаю, это велюр. Нечто такое приятное на ощупь. И давайте-ка его раздербаним. Вот что самое главное. Одно рукой это делать не то чтобы суперудобно. Но сейчас посмотрим. Непоролон. Нечто такое ворсистое. Не знаю, что за материал. Выглядит крайне странно. Но она упругая. И это приятно. Конечно же валик под спинку тоже есть. И он из такого же материала. И скорее всего наполнитель там точно такой же. Есть вот такие элементики из эко-кожи. Здесь и здесь. И логотип тоже вот так вписан. Все выглядит и прошито. И сделано максимально классно. Но я не могу вам не показать. Уже есть такие затяжечки. Не знаю откуда они взялись. Чем-то джинсами или какими-то штанами зацепил. Но они есть. Отдельно стоит рассказать про упаковку. И сборку. Этот процесс был сильно упрощен. Прикрученным креплением сидушки. Комплект отличный. Упаковано все суперски. Шестигранник очень качественный. Мне кажется его можно будет внукам наследство передать. Все болтики упакованы в блистер. И это тоже прям отдельно премиальная такая тема. В общем упаковку явно подсмотрели. У более дорогих моделей. Обычно сборка кресла занимает у меня минут 30. Но тут справился прям быстрее. Толщина и плотность наполнителя здесь ну прям на очень хорошем уровне. К тому же это ни разу не дешевый пенополиуретан. Ну а внутри естественно металлическая рама. И за это тоже отдельный лайк. Но самое главное заглянем под сидушку. Никакой доски, никаких опилок и прочего. Тут стропы. Ну все уже за это можно поставить лайк. А ведь здесь еще и мультиблок. Да, не самый топовый. Но даже самый плохой мультиблок будет в разы лучше самого дорогого топгана. Он не будет скрипеть и пыхтеть под вами. Никогда. Всовывается в него газлифт четвертого класса. Типа должен выдерживать вес до 150 килограмм. Но человек с такими объемами в это кресло просто не влезет. И вот что я на самом-то деле имею в виду. Мой рост 1,85 метра, вес примерно 90 плюс-минус. И я в нем сижу отлично. Это сейчас самое минимальное положение. Если же я вдруг захочу его поднять в самое максимальное, то у меня ноги уже слегка не достают до земли. То есть оно подойдет даже для прям очень высоких дрыщей. Но еще килограмм 10 с моим телосложением и я в него уже совсем не помещусь. Возвращаемся немного назад. Это подлокотнички. Я почему-то упустил их из виду, не одарил их должным вниманием, но они классные. Во-первых, потому что они с хромом по бокам. Ну это же прям супер. Во-вторых, потому что все регулировки здесь проводятся с какой-то фиксацией. Вверх-вниз. Очевидно, есть такая фиксация. Вперед-назад. Оно тоже фиксируется. То есть есть кнопочка, которую вы нажимаете, только тогда делайте. Чтобы в бокс делать, вам тоже нужно все это дело фиксировать. Люфт у них есть небольшой, но это не то, чтобы критично. Плюс они довольно-таки мягкие. За подлокотники прям лайк. Спинка откидывается на 180 градусов. Тестим. И даже не то, чтобы прям совсем страшно было на нем откидываться. Вот даже ноги поднял, и нормально можно поваляться. Эргономика спинки довольно-таки отличная. Даже если убрать валик, то сидеть вполне себе комфортно. Как прямо, так и откинувшись за сериальчиком или какой-то игрой. Я очень много печатаю. Поэтому приходится сидеть прямо, и под это спинку легко настроить. А когда играю, слегка откинувшись и приподняв поясничную подушку, то также нахожусь вполне себе в приятном положении. К посадке претензий нет вообще. Но сколиоз у каждого свой, это нужно учитывать. И в идеале, в магазине, в том же ДНС, в любом шоуруме, посидеть и попробовать разные модели перед прям покупкой. В самом низу металлическая крестовина. Она литая, с ней вообще все в полном порядке. И колесики, какие же они здоровые! Просто огонь! Но на самом деле с ними можно ехать на бездорожье. Гоняют по ламинату, по ковролину, не застревают в дверях, все отлично. Evolution это белорусский бренд. Но если верить коробке, то произведено все в Китае. Хотя это нормально, сейчас так делают вообще все. Главное, что бесит, это скрип. Но если откинуть его в сторону, после обзора, как говорил, все подкручу, посмотрю. И вот если откинуть это в сторону, то кресло шикарное. Даже по сравнению с Nobel Chairs, на котором я посидел, не так уж и заметно. Это то, что посадка именно хуже. Да, по качеству материалов, по всей шарнитуре и гарнитуре, все явно похуже. Но именно посадка вполне себе отличная и здесь. Так что кресло топ, однозначно рекомендую. Но отслеживайте цены. Как говорил, взял его за 20 тысяч рублей в озоне. И это было для меня приятной неожиданностью, потому что потом кресло там подскочило до 25. Так что сейчас самое дешевое, что видел, это DNS. Собственно, информация, думаю, была полезна. Не забывайте ставить комменты, писать лайки. Писать в комментариях обязательно через какое-то время, что с креслом, не развалилось. Это всегда самое важное. То есть я просидел месяц, с ним все пока что в порядке. И то, на самом-то деле, не до конца. Поэтому через время обязательно напишите, спросите у меня, что с креслом. Так что на этом все. До самых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok